Если вы творите шедевр, всемирно шедевр в такой вот маленькой детской комнатке с плохим освещением, вам приходится пользоваться электрической лампочкой, чтобы было лучше видно, хоть что-нибудь видно, то вы должны осознавать, что вы в полной жопе и вы в полной жопе. Еще к тому же должны знать кучу различных особенностей при работе с электрической лампочкой, то есть она дает желтоватый или оранжеватый оттенок на цвета, то есть какие-то желтоватые и оранжеватые оттенки, она как бы делает более насыщенной, увеличивает. И когда вы смотрите данную картину уже при дневном свете, то вы можете заметить, что данных цветов не хватает в картине. Соответственно, вам работать с электрической подсветкой, и надо это учитывать. А то, что говорят про лампочки дневного света, так это на своем личном опыте убедился для многих на самомнушении, что оно как бы нормально дает относительно чистый цвет. Но это относительно настолько расширено, что практически те же искажения, что и при обычной электрической лампочке. Вот. Просто там уже в пользу более холодных оттенков искажений идут. Вы должны понимать, что работая с электрической лампочкой, вот, еще идет искажение влияния на другие цветы и оттенки. Если вы работаете с голубым, то он при наложении вот этих ненужных оттенков, оранжево-желтого, становится более брюзовым. Вот. Должны все это учитывать. То есть добавлять больше оранжевого и желтого в свои оттенки в вашей картине. Вот. Потому что именно при дневном свете они будут тогда уже нормальны. добавлять ровно столько, насколько их деформирует лампочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда можно вот так Зачем это делать так? Когда можно вот так? Для меня это становилось новым мышлением Совершенно новым подходом понимания живописи Не прежнее моновосприятие, а шире, гораздо шире Каждый раз, когда я задавал себе самые ошеломляющие вопросы Моя техника всегда давала на них самые ошеломляющие ответы Каждый раз в глубине души я понимал самый главный вопрос в том, чтобы вопросы никогда не заканчивались Скорость значительно выросла и я стал писать картины в разы быстрее А качество не только оставалось прежним, но ему не носно росло Когда я писал картины пастозно, десятью кистями То наблюдал очень интересный узор текстуры мазков Он всегда получался настолько индивидуальным, что я подобного в прежних картинах не наблюдал Это был период, когда я понял, что моя техника может быть не только способом, но и стилем Также глядя на такие картины, я чувствовал, как они по-особому вибрируют Люди, что имеют повышенную энергетическую чувствительность, должны понимать, о чем речь Ну а если взять абстрактное искусство, то насколько техника десяти кистей расширяет горизонты для художника Можно только представить Сейчас мне очень нравится работать в гладком многослойном письме, как работали старые мастера Эта портативность и практичность должна быть особенно понятна для тонких ювелиров И, конечно же, каждый раз эта техника не устает меня удивлять все новыми и новыми открытиями и возможностями, которые она в себе таит Мыслить шире С вейпом выпустили несколько альбомов Очень хорошо повыступали, несколько синглов было На данный момент я заморозил проект вейп По той причине, что то, что я хотел сказать в джангле, именно в таком образе, в каком я делал там вейпе, я высказался И пока не вижу смысла продолжения Ну, у меня сейчас есть другой проект в этническом таком образе Пишутся треки, есть несколько треков в интернете Вот, мы с гитаристом где-то раз в недельку собираемся Импровизируем, что-то делаем Когда есть у него время, у меня есть время Вот, может что-то из этого получится и для альбома Какой-то материал все-таки постепенно собирается Ну, как бы больше это сейчас хобби Все-таки приоритетом живопись И тем более, когда я пишу сейчас картину То есть, времени практически ни на что Кроме нее не остается Еще делал эксперименты с классикой Давно их начал делать И надеюсь, что когда-нибудь соберу в какую-то уже готовую симфонию Еще какие-то темы откладываются для балета Вот, если будет возможность, то со временем еще поставить балет Это было бы очень замечательно Вот В большинстве своем общество многогранно Но есть два основных типа людей Первые, которые любят управлять, подчинять, принимать решения Вторые, они настолько им тяжело решения принять Что им легче быть подчиненными Чтобы ими руководили и принимали за них решения Вот среди первого типа людей Могут встречаться личности А среди второго Ну, есть только в порядке исключения Всякое бывает в природе Всегда есть некая база во всем Эта база, она постоянно обновляется Что-то новое Идет часто в конфликт с устаревшим Но, тем не менее, со временем становится базой Есть люди, которые дополняют эту базу А есть те, кто следует этой базе, этой системе Полностью доверяя для них абсолютному авторитету этой базы Вот Эти люди чаще всего, они Ну, их можно назвать потребителями Это подавляющее количество людей на планете Земля Вот Их главная функция динамически поддерживать систему, базу И Размножаться А те люди, которые обновляют эту базу Они воспринимают ее всего лишь как ступенька Отталкиваясь от которой, они поднимаются еще выше Вот Таким образом обновляя и дополняя эту базу И неудивительно, что новаторы часто конфликтуют с потребителями Вернее, этот конфликт начинают, как правило, потребители По той причине, что Любое новшество всегда для них мучительно Даже банально сесть на другой транспорт и проехать каким-то другим путем Это уже для них проблема Не говоря о том, чтобы менять какие-то нахоженные тропы в жизни Какой-то уже устоявшийся уклад Поэтому любое новаторство всегда воспринимается, часто воспринимается в штыки И это естественно Личности, которые находятся на пути постижения базы Для них имеет значение критика Но лишь до того времени, пока они не выходят за рамки этой базы Критике может адекватно поддаться что-то новое Если эта критика идет от того человека, который может создать действительно что-то новое И то это будет определенная субъективная какая-то его оценка В мире столько дерьма, сколько и прекрасного И это в какой-то степени баланс, который находится в неком дисбалансе И это создает определенную эволюцию Динамику, движение В любом случае, я считаю, что Наивысшее проявление личности состоит в том, чтобы создать собственный мир Если брать несколько обобщенно То можно увидеть, что Мане жил в мире кувшинок Леонардо да Винчи испарял свет предметов Сальвадор Дали жил в неких пустынях, наполненных образами из его снов Лично я обитаю в космических измерениях, формируемых моим миром Сальвадор Дали жил в космических измерениях, формируемых моим миром Сальвадор Дали жил в космических измерениях, формируемых моим миром Сальвадор Дали жил в космических измерениях, формируемых моим миром Сальвадор Дали жил в космических измерениях, формируемых моим миром Сальвадор Дали жил в космических измерениях, формируемых моим миром Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я тут же не упустил возможность помучать свою племяшку. Субтитры подогнал «Симон» Конечно, люблю работать с натурой, потому что все те нюансы, оттенки, глубина, теней, цвета, конечно, все это можно увидеть только непосредственно воочию. Фотография не может все того передать, насколько бы не был хорош фотоаппарат. Ну и вообще, в целом, энергетический посыл – это гораздо круче и интереснее. Но, к сожалению, не всегда получается так работать, потому что даже, например, когда позирует маленький ребенок, ему тяжело стоять долго в неудобной позиции. И, конечно, тут возникают определенные сложности. Само наматывание кистей на пальце стало для меня уже доброй традицией, ежедневным ритуалом, способом которого я вхожу в определенное состояние сознания и подсознания, нужного мне для творческого процесса. Я большой фетишист этого дела, и мне очень нравится изолента. Хорошая, широкая, не тянущаяся изолента великолепно фиксирует кисти на пальцах, не пережимая их. Используя изоленту, вы можете заранее регулировать длину и угол направления кистей. При короткой длине кисти не соприкасаются, и это может подойти для прописи участков с травой, кроны деревьев в картине, или для прописи волос и так далее. Если необходимо смешение цвета в процессе и взаимодействие линий, кисти нужно надеть длиннее от кончиков пальцев, так, чтобы они могли смыкаться. Надевать кисти нужно всегда правильно. Наши пальцы устроены так, что они не имеют одинаковой длины, но кисти надевать нужно так, чтобы их концы были на одинаковой длине при соприкосновении с холстом. При наматывании кисти изолентой количество оборотов вокруг пальца должно в среднем составлять 2 или 3, в зависимости от анатомии ваших пальцев и качества изоленты. Исходя из ширины изоленты и других ее особенностей, для оптимального сцепления кисти следует надевать на вторую фалангу каждого пальца, кроме большого. На большой лучше надевать на первую фалангу. Также важно учитывать, что нельзя наматывать кисти на суставы пальцев. Это сильно затруднит процесс рисования. Нельзя надевать кисти снизу пальцев и сбоку. Таким образом, пальцы не смогут сгибаться, и это сильно судит их диапазон работы. Кисти надеваются сверху и только сверху пальцев. Нельзя использовать скотч и пластырь. Для многих художников, возможно, станет вопрос в том, как работать на пленэре или в одиночку, если некому будет помочь надеть кисти. У других может возникнуть личная непереносимость изоленты, например, аллергия. Или они почувствуют себя дискомфортно, если при жаре немного начнут переть пальцы. Специально для таких случаев я рекомендую использовать напальчники. Ну, как и в любом деле, здесь есть свои плюсы и минусы. В первую очередь, хочу заметить, что нельзя использовать насадки с кистями для каллиграфии и пластмассовые насадки для детей. Мне нередко присылают фото таких насадок. И я всегда предупреждаю, что это никаким образом не связано с техникой 10 кистей. Это связано только с каллиграфией и с тем, чтобы дети не вымазывали пальцы. И это становится очевидным сразу для тех людей, кто хоть раз действительно опробовал мою технику. Потому что, используя такие насадки, вы не сможете регулировать длину кистей, угол направления, а также толщина насадок сократит диапазон работы пальцев, и это исключит смыкание кистей и точную работу с картиной. Не рекомендую использовать перчатки с привязанными кистями. Если они тонкие, они плохо зафиксируют кисть. Если толстые, то возникнут сложности те же, что и при использовании пластмассовых насадок. Для техники 10 кистей нужно использовать только правильные напальчники. По моим чертежам мне сделали несколько комплектов. Их сделали вручную, и это очень круто. Прежде всего, они должны быть сделаны из эластичной ткани, относительно грубой, с петлей наверху. Петля в диаметре должна быть узкой, чтобы хорошо фиксировать кисть. Без петли кисть будет ездить и сдавливать палец. Напальчники должны соответствовать размеру пальцев. Их следует разметить, чтобы избежать в дальнейшем путаницы. Для себя я построил такую простую схему. Кстати, меня всегда с детства раздражал тот факт, что безымянный палец безымянный. Неужели в истории для него не нашлось применения? Теперь для меня он всегда будет называться 4L или 4P. При использовании таких напальчников у вас будет ряд преимуществ по отношению к изоленте, но и ряд минусов. Начнем с преимуществ. Первое. Напальчники можно быстро надеть и быстро снять. Второе. Надеть их можно автономно, без помощи, что очень удобно при работе на пленэре. Третье. Длину кистей можно регулировать в процессе. Четвертое. Также во время процесса можно менять кисти. Минусы. Первый. Напальчник, как правило, будет скрывать две фаланги пальца, чтобы на нем хорошо держаться. Поэтому сгибаться пальцы будут только в одном месте. Лично я большой проблемой в этом не увидел, но все же. Второе. Пальцы будут немного более обычного пережиматься, чем при использовании изоленты. Но при правильном крое на пальчниках, верно выбранного материала и с точным соблюдением личной анатомии, эту проблему можно убрать практически в ноль. Третий. Износ. Придется периодически заморачиваться, чтобы подшить новые. Ну и четвертый, последний важный минус, который придется весьма важным, скорее только для меня, это лишение ритуала наматывания кистей. В любом случае, каждому решать самому, что использовать изоленту или на пальчнике. Но обязательный ряд правил, что я перечислил выше, и которые относятся и к на пальчникам, и к изоленте, я советую соблюдать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА